Я начну с информации, которая может быть полезна для поставщиков, для охотопользователей. Вчера я принимал участие в Совете по охоте. Есть такой совет при Минприроде Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правового регулирования, сфере изучения, использования, воспроизводства, охраны объектов мира, среды их обитания, а также области охоты. Видите, какое длинное название, и все охватывает. Совет проходил под руководством, председательством нового министра Минприроды Козлова Александра Александровича, которому отроду всего два месяца, активно осваивается в новой должности. Также в работе Совета приняли участие руководители охотничьей отрасли, депутаты Госдумы, сенаторы Совета Федерации, видные общественные деятели, ярые охотники, ярые поклонники охоты. Ну, конечно, список лоббистов, с которыми я сидел за одним столом, я тоже являюсь членом Совета, он вообще впечатляет. И вот такое количество поклонников и такие возможности от их работы могут быть у отрасли. Ну, обсуждались вопросы, в первую очередь, законотворческой деятельности Минприроды, Департамента охоты по регулированию в сфере охотничьего хозяйства за 19-е, 20-е годы, а также перспектива на 21-е годы. Министр в своем выступлении изложил краткую концепцию реорганизации министерства, ну, которые реорганизации проходят сейчас все отраслевые министерства, правительства Российской Федерации, обозначил круг задач перед коллективом руководителей и специалистов. Министр решительно всех заверил, что он настроен развивать охоту как отрасль с использованием передового зарубежного опыта, что будет выработана новая концепция, стратегия развития охотничьего хозяйства, в основу которой будет заложен принцип природосберегающей, природоохранной деятельности с широкой государственной поддержкой, как надеется и министр, и люди, которые были в Совете, с поддержкой охотопользователей, по примеру сельхозпроизводителей. Конечно, было подчеркнуто, что как отрасль сегодня охота, она не представляет из себя, и надо решительно ее как-то поддерживать, преобразовывать, чтобы она действительно стала отрасль, ей было, уделялось со стороны государственных структур, что больше внимания. Не секрет, что охотопользователи, и будем называть все равно отрасль, как охота не попала в перечень пострадавших отраслей, и представители малого и среднего бизнеса, представляющие сектор, не воспользовались преференциями, которые были предложены правительством для малых и средних предприятий. Кстати, вчера на Совете по охоте было тоже подчеркнуто, что медиа службы Минприроды, она полностью провалила задачу, допустим, по продвижению даже охоты, охотопользователей, как отрасль, потому что у большинства общества, потребителей, вырастает новое поколение. Слово охота, оно связано с изъятием из природы как раз ресурсов животного мира и так далее, а не восполняемости, не воспроизводства и так далее. И вот здесь как-то надо в этом плане и нам работать тоже, и по продвижению того же Соболя, и по продвижению в целом меховой продукции, потому что мы должны всячески добиваться того, чтобы у общества формировалось такое понятие, что натуральный мех гораздо добрее к природе, чем его аналоги на основе пластики, нефтепродуктов. И вот я бы хотел с вами поделиться итогами проверки аукционов. Он был разработан, порядок проведения оценки оборотов Дикого Соболя, и вот такой независимый контроль системы отслеживания осуществляет Федеральный центр развития охотничьего хозяйства, но, наверное, вы его помните все, как центр охотничьего контроль. И в рамках проведения аукциона на стадии формирования лотов и внесения в базу данных аукционов выезжает комиссия и проверяет с участием независимых экспертов всю имеющую документацию. Также эта комиссия имеет право при сомнениях выезжать на места в регионы и проверять вообще порядок отлова, заготовки соболей у трех-пяти охотников, а также орудий лова. К слову сказать, вчера на Совете по охоте программа Фурмар, наша сертификация аукционов и создание лаборатории по испытанию капканов упоминалась в качестве приоритетной задачи на Департамент охоты на 2021 год.